салют ребятушки третий день мы покидаем хостел дважды два здесь мы провели две ночи и направляемся дальше краткое содержание сегодняшней серии расскажет юлия наш волок доверия здравствуйте сегодня у нас такая программа мы посещаем фабрику снежинка где посмотрим как работают кружевницы и также может что-то прикупим а потом у нас прогулка по так называемым цыганским кварталом заречье вологды потом мы обедаем в кафе библиотека вместе с поэтами и выезжаем в молочное на комбинации где нам покажут и дадут даже попробовать местное масло а дальше уже выезжаем в область возможно посетим реставрационный центр александра попова в кириллове и наш конечная точка это вы тигра наша первая локация снежинка производства влагодского кружева у нас в кружеве так уж не немного в общем-то элементов а самый легкий элемент это плетишок с него начинают учить всех собственно говоря девочек которые приходят в губернаторский колледж учиться на кружевницу вот я сейчас выполняю как себя ощущаешь за русь православную и за сенокос если кто-то смотрел фильм кирилла серебряникова юрий в день то весьма созвучное настроение и антураж да добро пожаловать психотерапевтический центр псих диспансер по-другому это местный наркологический диспансер здесь закрыта дверь но открыта галерея и здесь проходят свадебные фотосессии для тех кто любит трешачок предполагаю что трешачок выглядит как-то вот так а экспедиция по вологодской области заехать в волкду и не посетить завод недопустимо для нас здесь понятно очень часто будет мнение вот ну мне лично часто говорили вот в бочонке масло вот вот действительно вологодской да но на самом деле линия одна все делается из одного сырья и если мы например делаем бачат сувенирной тары абсолютно небольшое количество потому что это ну дорогая упаковка и нет такого количества реализации штучно то есть допустим 10 бачат то на 10 бачат учитывая что у нас там линия по производству в тоннах да на 10 бачат мы нигде отдельно ничего не сделаем и кефирные грибки также как люди вот кому-то хорошо в контакте да вот друг другом кому-то не могут и они также если вы не имеете права на производство вологодского масла вы не имеете права называть масло вологодским если он здесь сделано она сделана в вологде но у вас нет права на производство того чтобы нужно не только находиться на территории вологодской области вы должны иметь специальный документ который выдает находится под контролем государства выдает его роспатент выдает при очень большом списке выполненных условий это традиции то есть мы должны доказать что мы производим что мы производили что у нас есть традиции производства мы должны доказать техническую базу сырьевую базу вологодский стандарт вологодский тоже нельзя использовать потому что это созвучно с маслом вологодской вот это вот просто вологодская ну это вообще старая упаковка когда еще производили вот например вологодская коровка да то есть в общем то смотрите вот масла вала масло вологодский традиции вологодские а на самом деле волгородские но с этим нельзя бороться нет это тоже было признано когда потому что что такое волгород такого нет ни города ни традиции волгородских ну что то что то где то что то нам они объяснить не могли и причем мы когда позвонили мы сказали что то выпадает а при чем тут вологодская масло мы же волгородские традиции когда я узнаю такие штуки я сразу представляю такого злого гения который сидит вот на каждом из предприятий и придумывает всякие способы как бы всех наколоть а здравствуйте лучший реставратор деревянного злочиства в россии и все что сделано сейчас как раз идет процесс это по тройской церкви в казани только в казани вот они как-то то есть он вести весь все они двери тесаны а только там где они причерчиваются у них я не знал что за инструмент вот этим проходили то есть они потом причерчивали их и соединили как в пас как ну то есть он то есть и там цепь который построен у петрова сэкс а о слей и это все вот за массу блять по ночам нельзя заезжать блять то есть у него наху блять только по ночам блять Вообще, блядь, золь какой-то придумали от себя, что-то натуральное, вообще. Типа, блядь, и бабло содрать, блядь, людей нахуй, и, блядь, чуть-чуть разгрузить Москву, блядь, нахуй. Да, и тут же за безопасность водители не соблюдают режим труда и отдыха. Уклайне, мало его иначе от этим.